В прошлой беседе мы с вами говорили о последствиях грехопадения, о том, как Бог наказал участников грехопадения, какую благодать даровал Бог, и мы закончили 21 стихом 3 главы книги Бытия. Бог сделал покрывало одежды умилостивления. Это временное решение проблемы греха. Знаете, в чем штука? Нас грех не обижает и не оскорбляет, пока он не относится к нам лично. Мы, конечно, ужасаемся, что Бог требует смерти жертвенного животного или вообще чьей-либо смерти. Но мы забываем, что грех — это серьезнейшее преступление против святого Бога. Будь мы совершенно святы, как Бог свят, мы бы поняли ужас греха. Поняли бы его так, как мы сами сейчас не понимаем, потому что мы тоже грешники, мы участвуем в этой проблеме. Грех нас не оскорбляет, и вот в этом и есть проблема. Бога беспокоит и оскорбляет любой грех. Богу больно от любого проявления греха. Когда согрешили Адам и Ева, кто-то должен был умереть, в данном случае животное. Умереть для того, чтобы понести жертву, для того, чтобы понести жертву умилостивления за них. Но это была лишь временная жертва умилостивления, лишь временное покрывало. Эти животные дали лишь временное покрывало, потому что со временем должен был прийти тот, кто даст вечное покрывало, понесет вечную жертву, после которой не нужны будут жертвы животных. Это кто-то Сын Божий. Вот именно об этом мы говорили в связи с 3 главой, 21 стихом. Но кроме проклятия земли, кроме боли, которую будет испытывать женщина в чадороде, кроме бесплодия в труде, которое хорошо познает мужчина, когда придется работать до седьмого пота, и когда работа может принести результат, а может и не принести, иными словами. Прибыль или результат, который получится в результате труда, может оказаться диспропорциональным количеству вложенных сил и вложенного труда. Вот это наш падший мир. И, наконец, изгнание из Эдемского сада. Адаму и Еве пришлось уйти. Именно об этом говорится в этих стихах. Мы с вами проповедуем сейчас и беседуем, пожалуй, о самых сложных главах книги Бытие, начиная от грехопадения человека и до призвания Авраама, 12 главе. Здесь перед нами, пожалуй, самые странные моменты в Библии, самые трудные для понимания, самые недоступные. И один из них мы находим буквально в следующем стихе, в 22 стихе. Этот стих говорит о совете внутри Божьего присутствия, внутри Троицы, как мы можем себе представить. Отец, Сын и Святой Дух участвуют в этой беседе. Но уже само по себе это для нас глубочайшая тайна. Кстати говоря, отвлекаясь на минутку, скажу, что все аналогии, которые пытаются объяснить Троицу или проиллюстрировать Троицу, в конечном счете разбиваются. Аналогия полезна, но нельзя доводить аналогию до абсурда. Аналогия полезна лишь до определенного предела. Да, мы познаем мир по аналогии. И мы говорим, вот это подобно тому, это похоже на то. Когда мы сравниваем две вещи, похожие друг на друга, но проблема с аналогиями Троица заключается в том, что Бог-то уникален. Никто не похож на Бога. Ничто не соответствует Божьей природе, кроме самого Бога. Соответственно, к Богу аналогии подобрать и нельзя. Мы понимаем, что есть лишь один Бог, единый истинный Бог. Я уже говорил вам, цитировал вам Спирджина в первый день. Цитировал его фразу, в которой он утверждает, что не хотел бы верить тому, что совершенно понятно. Ибо, если это совершенно понятно, то написал это кто-то из моих знакомых, кто-то из людей. Что имеется в виду? Я не хотел бы верить в сверхъестественное. Я не хотел бы верить, не могу поверить в то, что тот или иной текст написал Бог, если бы я его до конца понимал. Почему? Потому что в таком случае автор этого текста имеет ту же глубину понимания, что и я, не больше. В Деяниях Апостола, Апостолов 8 глава, Филипп подходит к крестнице эфиопского Евнуха. Евнух читает пророчество Исаии. Филипп спрашивает, понимаешь ли, разумеешь ли ты, что читаешь? На что Евнух отвечает, как мне разуметь, если некому мне объяснить? Мы очень часто поступаем так. Я не понимаю что-то, и откладываю в сторону. Не буду этим заниматься. На самом деле должно быть все ровно наоборот. Как раз в том случае, если я чего-то не понимаю, я должен более внимательно, более пристально к этому присмотреться и изучать. Вы слушаете меня сейчас по-английски, потому что вы выучили два языка. Услышав впервые английскую речь, вы ничего не понимали. Но вы изучали, вы познавали, и теперь вы понимаете. Открывая Библию впервые, мы тоже многое не понимаем. Многое кажется каким-то даже причудливым или невозможным. На этом основании мы не имеем, однако, права сказать, я не понял и не буду изучать. Человек учится играть в гольф, и шарики летят не в ту сторону, летят криво, не падают в лунку, как положено, но человек учится и учится. И это в гольфе, в этой глупой, глупой, дорогой, пустой трате времени. А перед нами сейчас Библия, источник сокровищ, который для нас ничего не стоит. Вот эта книга просто дана нам по благодати. Смотрите по поводу Троицы. Бог не обязан подчиняться нашей математике. В нашем измерении, в нашем мире, один всегда один, а три всегда три. Говоря о Троице, мы не имеем права говорить «Бог – это трое в одном», или «Бог – это три и одно», или «Бог – это одно и три». Нет, правильнее по-другому. «Бог – это три в одном», или «один в трех». То есть не союз «и», а предлог «в». В нашем мире я либо один, либо нас трое. Но ведь Бог-то сотворил наш мир. Он сам творец нашей математики. Гамлет, творение Шекспира, не может быть выше своего творца, Шекспира. Шекспир способен на действия, на поступки, на которые Гамлет не способен. Гамлет сотворен Шекспиром. Гамлет по определению меньше Шекспира, своего творца. Мы не можем быть как три в одном или один в трех, но мы – творение. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой может проявляться именно так. Он – один Бог в трех ипостасях, в трех лицах. И вот здесь один Бог в трех лицах беседует внутри Троицы. Это Бытие, 3 глава, 22 стих. Очень скоро мы увидим еще до потопа. Мы увидим, что когда автор Священного Писания говорит о Боге, говорить он должен в человеческих терминах. А как же иначе? Других терминах у нас нет. Мы же люди. Вот и приходится нам в человеческих терминах говорить о Боге. И нам сказано, что человек стал как один из нас, зная добро и зло. Человек, Адам, теперь знает, сколь страшно зло, причем знает он это на собственном опыте, хотя мы знаем это лишь интеллектуально. А дальше? Теперь, как бы не простер он руки своей и не взял так же от дерева жизни. В Адамском саду два дерева. Одно дерево познания добра и зла и приносит оно смерть. Другое дерево жизни. И оно защищает от смерти. Это на магию, на волшебство похоже. Но это не волшебство. Мы об этом уже говорили. Бог заключил духовные реальности в физической оболочке. Мы тоже ведь в физической оболочке. Каждая из нас в физической оболочке. В этой оболочке содержится духовная реальность. И придет день, когда духовная реальность покинет физическую оболочку. Это событие называется смерть. А потом эту оболочку Господь восстановит и воскресит. Бог заложил также духовную реальность в два дерева в Эдамском саду. Одна из них духовная реальность смерти, другая духовная реальность жизни. Они уже приобщились к смерти, а потому им закрыт доступ к жизни. Если бы они вкусили от древа жизни, они бы не умерли. Но только по одной причине. Потому что Бог наделил плод этого древа таким особым свойством. Но к тому времени они уже вкусили от древа познания добра и зла, что им делать было нельзя. Теперь к древу жизни доступ у них закрыт. У нас тоже есть древо жизни. Это Иисус Христос. Если мы вкушаем от древа жизни, от Иисуса Христа, то смерть уже не имеет над нами власти. Это физическая реальность, которая помогает нам увидеть еще большую реальность духовную. Итак, Бог высылает наших прародителей из Эдемского сада, изгоняет прародителей из Эдемского сада, и он ставит Херувима, по большому счету даже много Херувимов, потому что Херувима это уже множественное число. Херов будет единственное число, Херувим с окончанием им множественное число. Итак, мы узнаем, что ангелов много. В Библии мы узнаем, что есть несколько ангелов, есть архангел, как его зовут? Михаил. В Библии в 66 книгах канонического священного Писания есть два ангела, названные по именам. В апокрифах есть и другие, но в канонических книгах архангел Михаил и Гавриил. Многие христиане думают, что Гавриил тоже архангел, но в Библии так не написано. Гавриил никогда не называется архангелом, архангелом называется только Михаил. Архангел это первый ангел, или ведущий главный высший ангел. Кроме того, мы читаем о серафимах, о тех, в частности, которые парят перед престолом Божиим в Исаии 6 глава. Мы узнаем также об избранных ангелах, ангелах, которые не могут потерять свои святости. Мы узнаем о падших ангелах, ангелах, которые утратили свою святость. Их мятеж был под предводительством Люцифера, одного из херувимов. Мы узнаем также о тех ангелах, которые стоят перед Эдемским садом, о тех херувимах, которые стоят перед Эдемским садом. Сейчас я использую сложное слово допотопный. В данном случае, в позитивном контексте, это допотопные реальности, то есть те реальности, которые были до потопа. Мы можем быть уверены, что Эдемский сад был разрушен всемирным потопом. Мы можем быть уверены, что нет уже тех ангелов, которые стояли у Эдемского сада, потому что после потопа все это стало не нужно. До потопа мы с вами еще дойдем. Это будет в седьмой главе. А пока мы с вами еще в третьей главе, в одной из самых важных, самых значительных глав священного Писания, повествующий о грехопадении и о его последствиях. Мы с вами до сих пор ощущаем на себе последствия грехопадения. Я сюда приехал в воскресенье вечером в Россию, в Курск приехал утром в понедельник. И вот за эти три дня я узнал о смерти моего друга, который младше меня, о том, что еще один мой друг сейчас при смерти. У него рак на четвертой стадии. Я узнал о том, что у одних моих знакомых сейчас серьезные проблемы с дочерью. Все это последствия греха, и смерть, и болезни, и трудности, которые мы переживаем на земле. Бог знает, как быть с грехопадением. Бог прислал на землю мир второго Адама, который взял на себя наказание, чтобы исправить те развалины, которые возникли после грехопадения. И имя ему, Иисус Христос. Иисус Христос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok